Сегодняшний, так скажем, мау'ида, вот этот ва'ад, хотелось бы прочитать несколько аятов из Кур'ана со 130 по 136 аят из сурата Али-Имран и сделать не просто размышлять, а взять сегодня как такой полноценный урок тафсира. Аль-Хамду-Лля, Кур'ан кулляху азим, Кур'ан, он весь великий, и эти аяты, которые обращение Аллаху Субхану Ва Тааля к нам, побуждающие нас творить благое, остерегающие нас от плохого, от дурного, и в этих аятах мы также с вами узнаем, какая награда будет за такие-то, такие-то поступки, какое наказание за такие-то, такие-то дела, которые мы упомянем сегодня с вами, и какие сытаты, какие качества должны быть у богобоязненных людей. Вначале мы прочитаем эти аяты, и потом уже перейдем к каждому слову к тафсиру. Аль-Хама Субхану 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 Масrik. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين السيوشن الله سبحانه وتعالى قال يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَى أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى Если хочешь, наоборот, услышать обращение Аллаха к тебе, то читай Коран. Поэтому, когда Аллах, мы с вами говорили раньше, когда Аллах обращается к нам, в этот момент человек должен задуматься, должен успокоиться, должен прислушаться. То есть, Аллах к тебе ко мне обращается, О верующий. Как Ибн Масиуд сказал, Если ты услышал обращение, почетное обращение. То есть, Аллах не просто к тебе обращается, Это почетное обращение. Ибн Масиуд сказал, если услышал обращение почета в Коране, то обрати внимание, прислушайся к этому. Потому что после обращения, о верующий, после этого придет или какое-то благо, то, что тебе принесет пользу, или какой-то вред, шар, что-то зло, которое тебе принесет вред, и Аллах тебе запрещает это. И когда мы читаем, о верующие, в этом есть игра, уважаемые братья, то есть наш Господь, наш Аллах к нам обращается, от Аллаха к нам обращение, то есть как будто Аллах к нам говорит, прислушайся, о мой раб, слушай, что я тебе после этого хочу сказать, когда говорят, я Карим, бывает, когда обращается человек к кому-то и говорит, о щедрый, я Раджуль, о мужчина, также Аллах к нам обращается, о верующий, не дай ушаров, это почетное обращение. Не пожирайте лихву, то есть расставщичество, риба, не пожирайте лихву, не поедайте, не поедайте, риба, расставщичество, лихва, то есть Аллах говорит, будьте бдительными здесь, Аллах обратился и после этого нам запрещает. И риба переводится, то есть дословно это зияда, то есть раба мима'назада, то есть что-то преувеличил, преумножил, больше дал. И риба делится на две категории, риба наси'а во риба альфадль. Риба наси'а, это, например, когда человек дает, например, тысячу рублей одному другому в долг, и потом он ему возвращает там две тысячи рублей или тысяча сто рублей. Потом, если, например, приходит время, когда он должен возвращать этот долг, приходит должник и говорит, слушай, у меня сейчас нету, дай мне еще срочку, там, скажем, еще на месяц. Он говорит, хорошо, я тебе даю срочку, но ты уже там за место тысячи не две тысячи, а две пятьсот вернешь, еще сверху он добавляет. Вот это риба наси'а. Риба альфадль, это другой вид риба, как сказано в хадисе, где пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалам, сказал, аз-захбу бит-захбе, вал-фиддата, вал-фиддата, вал-ши'иру бит-ши'иру, вал-камху бил-камху, вал-мельха бил-мельха, вал-таммра бит-тамр, айнур риба, фа-идахталафат ил-аснав, фаби'у камашитум, ида кана ядан бияд, мислен саваан бисава. То есть пророк Мухаммад, салаллаху алейху 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 То есть это будет уже риба, сказал пророк Мухаммадзе Аллах А.С. То же самое, как, например, ты меняешь, например, 100 рублей, меняешь, например, на 105 рублей. Это риба. Но если категории, они разные, например, скажем, золото не за золото, золото на финик. Например, если из купюр взять, не рубль на рубль, а рубль на доллар, например. То меняйте, как хотите. Главное дело, чтобы это было рука в руку, сказал пророк Мухаммадзе Аллах А.С. Я тебе забыл. И вот здесь вот, мы не будем сейчас в этом углубляться, это можно почитать в книгах по фикху. Просто одно, что я хотел упомянуть, часто задают вопрос сейчас, можно ли по интернету покупать золото. Слышали, да, это, Сухаммадзе, золото нельзя, отправили деньги и так далее. Здесь ученые что говорят? Если ты, например, покупаешь золото, например, не напрямую у того производителя золота, а, скажем, через посредника. Например, то есть человек, он берет у тебя деньги и на твои деньги идет и покупает, то это дозволено. Второе. Если даже ты, например, на сегодняшний день электронный, то есть у нас интернет и так далее, ты где-то в другой стране хочешь купить, купил и тебе сразу дали чек, это золото уже все забронировано за тобой, это и есть уже что сделка уже совершилась. То есть ты отправил, они тебе чек выписали, за тобой забронировали, все, ты уже, как будто она у тебя в руках. Но если ты, например, даешь продавцу золото, отправляешь деньги, и потом он, то есть рука в руку не получается, он тебя ищет, потом находит там, то есть тогда вот это вот запрещено. Вот это вот запрещено. Риба это из великих грехов, запрет Аллаха, поэтому Аллах говорит, не кушайте, не поедайте лихву, риба, многократно удвоенно. То есть почему? Потому что в этот момент тот, у кого есть деньги, он использует от того, у кого нет денег. То есть у тебя есть деньги, ты богатый, тебе кто-то обратился с долгом, у него так тяжело, ты ему даешь, и ты его используешь. Это харам, это запрещено. То есть, например, ты ему тысячи даешь, и просишь от него обратно две тысячи. Ты его загоняешь в такое тяжелое положение. И этот обычный, тот, кто берет, например, даже на сегодняшний день, как и в банках, например, берет человек кредит, потом, если вовремя возвращает, ему еще накидывает, даже если он следует всем инструкциям, там, скажем, через какое-то время, ему могут еще начислить, там, пересчитать и так далее. И тот, кто посмотрит, кто кредиты берет, кто вот эти под проценты денег не берет, он до своей смерти вот так вот весь в долгах и вот так вот уходит из этой жизни. Это является большим грехом. Поэтому Аллах, Субханна, предупреждает нас и говорит, И почему Аллах, Субханна, сказал, не кушайте? Хотя, например, человек может взять под проценты деньги не для еды, например, там, может быть, для одежды, там, для учебы, купить машину, купить дом. То есть, здесь задается вопрос, имеется в виду, нельзя брать ребят для того, чтобы только на еду или на все? Нет. То есть, смотрите, почему Аллах, Субханна, сказал, не кушайте, не пожирайте? Потому что без машины человек может прожить, без дома может прожить, правильно? Там, например, можно снимать квартиру себе, там, одежду он может, там, другую одежду подешевле купить. Но без еды человек не может прожить. То есть, когда человек кушает, питается, он живет. Поэтому, Аллах, Субханна, говорит, если уже нельзя брать под проценты деньги уже даже на еду, что тогда что уже говорить о другом? Что уже говорить о других вещах? То есть, где Аллах, Субханна, говорит, двойне не берите. То есть, не пожирайте двойне. В данном аяте не значит, что если меньше, чем в двойной, так скажем, категории, можно брать. То есть, например, если тысячу рублей дал, две тысячи обратно ждешь. А, Аллах же сказал двойне, значит, могу тысячи дать, тысячи сто, тысячи двести забрать. Нет. Тоже харам. Но почему Аллах, Субханна, сказал двойне? Потому что обычно так оно было во времена джахилии. Во времена джахилии они давали что-то и в два раза больше забирали. И так обычно и бывает оно. И такие аяты, например, Аллах, Субханна, в Коране говорят, запрещено вам жениться. То есть, тоже параллельно приведем такой же пример. Где Аллах, Субханна, говорит, запрещено вам жениться на ваших мамах, на ваших дочерях, на ваших сестер. И потом аят Илейн, Аллах, Субханна, говорит, и запрещено жениться на дочерях ваших жен, которые живут в ваших домах. То есть имеется в виду, например, женщина, например, разведенная Или муж ее умер, вышла замуж за другого И у нее дочь На ней запрещено жениться по шариату Которые живут в ваших домах Хорошо, а если она не в твоем доме живет Например, с отцом осталась Или отдельно живет Можно ли она жениться или нет? Нет, нельзя Например, как у пророка Мухаммада, салам алисам, была такая Зейнаб бинту Умму Саляма Умму Саляма, когда Бу Саляма умер Она вышла замуж через какое-то время за пророка Мухаммада, салаллаху алейху ассалям Когда она так сильно его любила И потом пророк Мухаммад, салаллаху алейху 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 которые в ваших домах. Потому что в основном, если она, например, скажем, армеля, если она вдова, у нее есть дети, в основном они воспитываются с новым мужем. После этого Аллах говорит, не кушайте, не пожирайте рыба. И бойтесь Аллаха. Бойтесь Аллаха. То есть, если вкратце, что такое бояться Аллаха? То есть, это когда человек между собой и между адом ставит какую-то преграду, которая спасет его, защитит от ада. Из поклонения Аллаху, из просьбы с прощением тяуба, отдаления от греховного. Вот это есть тяква. То есть, когда говорит Аллах, бойтесь Аллаха, бойтесь наказания Аллаха, бойтесь гнева Аллаха. И бойтесь, так Аллах спустя говорит, может быть, вы преуспеете. О верующие, не пожирайте лихву, не давайте, не берите деньги под проценты. Бойтесь Аллаха. И после этого говорит, может быть, не точно, а может быть, вы преуспеете. Что такое фалах, туфлихун? То есть, будете счастливыми и в этой жизни, и в вечной жизни. То есть, без этого, без того, что Аллах спустя сказал в аятах, счастливым быть невозможно. И посмотреть те, кто кредиты берут и так далее, если посмотреть, у них жизнь такая, кто-то там сбежал, кто-то повесился, кто-то еще что-то. То есть, у них нет счастливой жизни в этой жизни. И вечности, что их за это ждет, сейчас в следующих аятах мы узнаем. Аллах спустя говорит, и бойтесь нар, огня, ада, который уготовлен для неверующих. Теперь давайте задумаемся, какая связь между предыдущим аятом и этим аятом? Бойтесь ада, который уготовлен для неверующих. То есть, ученые, муфасир говорят, потому что тот человек, даже если он молится, даже если он постится, если он дает и берет деньги по проценту, это путь его в ад. Поэтому Аллах спустя говорит, уготовлен для неверующих. Почему для неверующих? Хорошо, если человек верующий, но, например, дает и берет деньги по проценту. Почему Аллах спустя сказал, уготовлен ад для неверующих? Потому что Основа, кто занимается Это неверующие люди То есть как будто Это дела неверующих людей Они так привыкли жить И также бывает То, кто занимается процентами Он один из двух Или первый тот, который То, кто говорит, что риба это халал И это неверие То, кто говорит, что риба Давайте брать деньги под проценты можно После того, как прочитал аят Он впал в неверие Почему Аллах говорит харам А этот человек говорит халал И человек, который говорит, что это риба халал Он вечно будет в аду Если он впал в неверие Второе, когда человек дозволяет риба Но утверждает С точки зрения акиды Своего убеждения, что это харам Но однако все равно дает и берет деньги под проценты Например, ему говорят Риба харам Он говорит, да, харам Говорит, хорошо, почему тогда ты Даешь и берешь под проценты Говорит, например Мухтач, я, например, нуждаюсь Потом попрошу Аллаха Вот-вот я сейчас избавлюсь от этого Но однако он в сердце Знает, что это харам То этот человек тоже, как в аяте говорит Их путь Их называют люди больших грехов Но одни под желанием Аллаха Если Аллах захочет, их накажет Если Аллах пожелает, то Он их простит Потому что Аллах в Коране говорит Аллах не прощает Поистине Аллах не прощает Когда ему предаются товарищи А все остальное прощает Кому пожелает Но однако это человек в опасности Аллахи, это человек в опасности Но он даже если попадет в ад Он не будет вечно в аду В итоге он выйдет из ада Но Аллах здесь сказал Вот этот ад уготовлен для неверующих Потому что ад, основа ада Место пребивания неверующих людей Но туда также попадут Как некоторые верующие, грешники Например, как Аллах говорит Про рай Рай, он уготовлен для богобоязненных Однако в рай попадут те, кто небогобоязнены Тоже зайдут люди небогобоязнены У кого слабый иман был Как в хадисе сказано Зайдет последний в рай У кого хотя бы с пылинкой имана был Он не был богобоязнен Но с пылинкой иманом Кто хотя бы То есть зайдет также вместе За богобоязненными Например, дети мусульман Которые еще не познали Что такое богобоязненность Также более достоверное мнение ученых То, что также дети неверующих людей Они тоже зайдут в рай Они тоже зайдут в рай Это самое такое достоверное мнение ученых После этого в следующем аяте Субхану ва Та'але говорит И подчиняйтесь Аллаху И посланнику Может быть, Аллах проявит По отношению к вам свою милость То есть Надейтесь на прощение Надейтесь на Милость Аллаха Если вы подчинитесь Аллаху И подчините его посланнику Аллах, что тебе говорит? Запрещено, ребят Посланник Аллаха Хадис сказал, что это харам Если вы подчинитесь Аллаху, подчинитесь посланник Аллаха, велика вероятность то, что вы обретете милость Аллаха. Следующий аят, уважаемые братья. Это одни из любимых аятов, когда ты читаешь, и Аллах нам спобуждает торопиться, спешить. Валлах, и время быстро пролетает. Мы каждый день видим, как люди уходят из этой жизни. И молодые, и старые, и так далее. И не знаем, сколько нам осталось жить, и когда мы уйдем из этой жизни. Вот сегодняшний день мы должны не просто послушать эти аяты, а применить жизнь. Я сам себе говорю, всем нам. Аллах, Субхан-Дорог, говорит, «Васари'у иля нагфирати мир Раббикум». «Сари'у» — есть другой «Кира'а», «Сари'у», без «Алифа». Так же, как «Аб'аафа муда'афа», есть другой реваят, «Кира'а-тал-Кур'ан», «Аб'аафа муда'афа». То есть «Сари'у», то есть обгоняйте друг друга, соревнуйтесь друг с другом к прощению от своего Господа. Если без «Алифа» прочитать, такой тоже ревая есть, «Кира'а-тал-Кур'ан», «Сари'у», то есть спешите, спешите. «Сари'у айта сабаку», то есть соревнуйтесь. Как будто ты, например, своим братом бежишь на перегонки, и ты хочешь впервые него попасть в рай. Хотя рай, он для всех, все туда поместятся. Но почему? То есть хорошо задается вопрос, как будет, например, то есть как, имеете в виду, обгоняйте друг друга, спешите к прощению от своего Господа и соревнуйтесь друг с другом. Имейте в виду посредство благих дел. Посредство благих дел. Например, первый саф успеть занять, пораньше прийти в мечеть, пятничный день. Например, то есть «Сари'у айта саба, а лати тежлю магфира». Спешите, соревнуйтесь к делам, к причинам, которые вас приведут к прощению от вашего Господа. Например, бывает такое, там, сбор открывают, мечеть нужно, например, там построить, или там мусалля выкупить, или кто-то больной. И кто-то, пока ты не спешил, а, успею потом, потом хочешь отправить, а тебе сбор закрыт. То есть кто-то вперед тебя уже закрыл, кто-то дал какой-то брат и закрыл, и ты тут не успел. То есть имейте, спешите, соревнуйтесь в благом для того, чтобы магфиратумираббикум, заслужить прощение от вашего Господа, от Аллаха, субханаху ва-та'але. И когда здесь тоже, Аллах, субханаху ва-та'але, мираббикум, прощение от кого? От Господа, от Аллаха, субханаху ва-та'але. Здесь тоже игра, то есть тоже величие. Кто прощает нас? Аллах, субханаху ва-та'але. Тот, кто нас отворил, нам дал пропитание. То, который нас умертвит, заберет нашу душу, Аллах, субханаху ва-та'але. То, кто нас заново воскрешит, то, кто, Аллах, субханаху ва-та'але, в руках Аллаха все, ему все принадлежит. И вот спешите к его прощению от Аллаха, субханаху ва-та'але. И спешите также к прощению и к краю. Который по ширине своей подобно, по ширине своей небеса и земли. Здесь каф нету, каф ташбих, слова подобно нету. Но в другом аяте, в сурател хадид, похоже, аят есть. Тоже сремнуйтесь. И спешите к прощению от Господа своего и к краю, шириной своей подобно небесам и земли. А здесь, Аллах, субханаху ва-та'але несказал подобно. То есть ширина рая, небеса и земли. И здесь задается вопрос. То есть, хорошо, как понять этот аят? В другом аяте, Аллах, субханаху ва-та'але, в сурател хадид, в сурател Аль-Амран сказал, ширина земли. Рая — это небеса и земли. Здесь тоже, Аллах, субханаху ва-та'але, чтобы нам хочет показать то же самое, что великое есть, то есть, по величию, это истворение, это небеса. То есть, первое небо даже до конца еще не изучено. Их семь. Между каждой прослойкой пятьсот лет ходьбы, как сказал пророк Мухаммад, и толщина каждого неба тоже пятьсот лет ходьбы. То есть, Аллах, субханаху ва-та'але, хочет сказать, такой большой рай. Но, однако, рай более величий, чем небеса. И выше, чем небеса. Как Умр Абн-Хаттабу один раз два иудеи пришли и спросили его. Спросили Умр Абн-Хаттаба два иудея. Рай по ширине, как небеса и земля. Тогда сказал Умр Абн-Хаттабу, да. И тогда они задали вопрос, если рай подобно небесам и земли, а где тогда ад? То есть, если получается, все захватило рай, небеса и земли, а где тогда ад? Умр Абн-Хаттабу ответил им и сказал, а где ночь, когда наступает день? Такой вопрос задал. И они замолчали. Но, однако, этот хадис, на что указывает, уважаемые братья, чтобы более понятие это я, это в Сирии, мы должны понимать, что как сказал Пророк Мухаммад, если вы просите у Аллаха рай, то просите о фирдаус. Фирдаус – самая высшая степень рая. И это центр, центр рая, сказал Пророк Мухаммад, и взрываются, растекают реки. Рая именно из рая Аль-Фирдаус. Потом Пророк Мухаммад, сказал Пророк Мухаммад, выше Фирдауса, трон Аллаха, милости в Аллаху, арш. Получается, это рай Фирдаус под аршем Аллаха, так? Курси Аллаха под троном, под троном. То есть, трон Аллаха, под троном Фирдаус, а уже под Фирдаусом Курси, Аллаха, субханнаху ва Та'ана. Поэтому, как Аллах, субханнаху в Коране, сказал, то есть, объемлет его Курси, небеса и земли. Но, однако, рай Фирдаус выше, чем Курси. То есть, уже здесь, уже как бы получается, что рай выше, чем небеса и земли. Выше, чем небеса и земли. Поэтому, то есть, по отношению к Фирдаусу, небеса и земли, это ничто. Но, однако, Аллах, субханнаху нам сказал, подобно небесам и земле, чтобы мы чуть-чуть хотя бы задумались, какой большой, какой великий рай. Например, как в хадисе, пророк Мухаммад, саллаху алей санна, сказал, то есть, одно дерево в раю, человек будет идти, на каком-то верховом животном, будет бежать, чтобы пройти это дерево, сорок лет. Одно дерево только в раю, субханнаху. Это не один рай. Это рай. И если он был в рае, то есть, если он был в рае, то есть, если он был в рае, и расстояние между одним раем и другим раем, подобно, как ты смотришь, на горизонт смотришь и видишь дальнюю, самую свечащую звезду. Вот такое расстояние между одним раем и другим раем. Задается вопрос здесь, почему Аллах, субханнаху, говорит ширина рая, но не говорит длина рая, туль. То есть, ученые говорят, то, что рай, то, что Проксал сказал, мудаввара, то есть, рай, он круглый. И на куббе таحت л-арш. И этот рай, он как купол под аршем Аллаха, субханнаху, подобную куполу под аршем Аллаха, субханнаху, 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 если посмотреть, если ширина его так и сдача, то уже автоматически, если он круглый, значит, его и длина, длина тоже великая. Потом Аллах, субханнаху, говорит, этот рай уготовлен для богобоязненных. То есть, мы до этого говорили, то, что помимо богобоязненных и другие люди зайдут, помимо богобоязненных, у кого хотя бы с пылункой была вера. Потом, после этого, уважаемые братья, Аллах, говорит, какие они богобоязненные, какие их цифаты, каких качествах, какие они должны быть. И тут два вида богобоязненных, два вида категорий. В одном аяте описываются одни сифаты, какие должны быть у богобоязненных, и в другом айляте другие сифаты, которые должны быть качеством богобоязненных. Это первая категория богобоязненных. Которые расходуют свое имущество в радости. И Аллах любит делающих добро, творящих добро. Описывает богобоязненных и говорит, который тратит из своих имуществ, из своих амваль ночью и днем, как скрыто, так и явно. То есть здесь мусульманин всегда должен быть бдительным, то есть спешить, тратить на благое днем, ночью, когда он богатый, когда он бедный, когда он болеет, когда он здоровый. То есть у того, кто на пути Аллаха расходует, ему разницы нет. Почему? Потому что у него вот это пожертвование на пути Аллаха стало некое такое, как из природы, он не может уже, то есть так полюбил на пути Аллаха расходовать. Поэтому Аллах описывает их, которые во время горя, когда им плохо, когда им хорошо, они расходуют на пути Аллаха. Есть люди, которые по настроению, настроение есть, дал на пути Аллаха, настроение нет, нет. Такое не должно быть у богобоязненных. Аллах описывает их, сдерживающий свой гнев. Аллах описывает их, в сараваровском языке имеется в виду когда человек гневится, у него есть гнев, но однако он его держит вот здесь вот в груди, внутри. То есть не видно на его лице, не видно на его каких действиях, он не кричит, нет, он разозлился, у него есть гнев, но однако он его держит, умеет держать себя. Вот это имеется в виду кавум. Как Аллах описывает в Коране Якуба, когда у него был гнев по отношению к своим сыновьям, то, что они сделали с Юсифом, Аллах описал в Коране и сказал, то есть у него был гнев, но он его держал внутри, не показывал. Также про Юнуса, Аллах сказал, то есть он когда обратился к Аллаху, в этот момент у него был гнев, но он его сдержал внутри, то есть у него был гнев на свой народ. После этого Аллах говорит следующее, то есть первое, какое качество богобоязненных в одном аяте, которые расходуют на пути Аллаха, в горе, в радости, в горе, сдерживающие свой гнев, прощающие людей, которые могут простить людей. И Аллах любит творящих добро. То есть приведем пример. Ты разозлил какого-то человека, однако из его ахляка, из его гылка, он тебе не показывает свою злость, он держит в себе. Потом, то есть после этого ты его разозлил, ты что-то привел к гневу, он не показывает свой гнев. Потом из-за своего великого хылка, гылка, ахляка, нравственных качествах, он прощает тебя. Я прощаю тебя. Как будто он даже не слышал то, что ему сказал. И это уже следующее, это еще выше степень. После этого То есть Аллах любит творящих добро. То есть после этого он еще тебе сделал добро, вместо того, чтобы тебя наказать, вместо того, чтобы себя что-то спросить. То есть Все блага он вместе собрал, альхамдулля. Поэтому, уважаемые братья, Аллах лучше знает нас, что нам нужно для счастливой жизни. То есть это рекомендация от Аллаха, какие должны быть богобоязнены. Поэтому Аллах, Субханулах, вот эти люди богобоязнены, которые будут в раю. И по поводу этого аята есть много историй, которые приводятся в достоверных источниках. Некоторые говорят, что эта история принадлежит Маймуну ибин Махрану. Некоторые говорят, что это Ахнаф ибин Каис. Некоторые говорят, что это Алия ибин Хусейн связано. Но однако, и другим приписывают эту историю. Но однако, самый достоверный источник, Маймуну ибин Махран. То есть у него была прислуга, женщина. И когда она несла воду, горячую воду, пролила на него. Она блила его нечаянно. И в этот момент она увидит, увидела то, что он уже злится. И она ему напомнила Аль-Калзи имина Аль-Гайд. Аят, аят, сдерживающий свой гнев. То есть, так вот были уважаемые братья Саляф и Салих, Сахабы, сподвижники, Таби'ины, пророк Мухаммад, Саляф и Салям. И дала сегодняшний тоже, Аль-Хамдуля, еще хайр есть, благо есть, еще есть такие братья, которые могут, Аль-Хамдуля, сдерживать свой гнев. Но однако вот так вот, когда им читали аят с Кур'ана, что-то он хочет сделать, аят напоминали, сразу он отменял свое, то, что его хочет нафс, и подчинялся Аллаху и посланью к Аллаху, Саляму Алиху и Саляму. Как Аллах Саляму в Кур'ане говорит, призывай посредством Кур'ану тех, которые боятся наказания судного дня. Поэтому, как во время пророка Мухаммада, саллаху алиху и Саляму, пришел один бедуин и сказал, ау сын, я, Расул Аллаху, посланник, дай мне совет. Он сказал, не гневайся. И три раза повторил, дай мне совет, дай мне совет. И то, что сказал, не гневайся, ему сказал пророк Мухаммад, саллаху алихи, и в другом ревоэте сказал, я увидел, сказал саллаху алиху, что все зло во время гнева. Когда люди разводятся, во время гнева, в основном, талах происходит. Когда люди дерутся, во время гнева, убивают там друга, во время гнева. То есть, в гневе, это полное зло, сказал посланник Аллаха, Поэтому И здесь вот Один раз посланник Аллаха Абу Суфьян Абу Суфьян То, что когда пришел Посланник Аллаха После того, как он принял ислам До этого, вы знаете, Абу Суфьян Всегда ругал посланника Аллаха Плохо о нем говорил Наговаривал на посланника Аллаха Он оскорблял И посланник Аллаха После того, как он принял ислам Когда уже среди он мусульман Приходит на урок посланника Аллаха Пророк Муаммад Как только увидел, вставал и уходил Хотя он ибн Амми Это сын его дяди Потом он подошел к Али ибн Абе Талибу И сказал Почему он так со мной себя ведет Он же сын моего дяди На что Али сказал Забыл то, что ты делал По отношению к нему Ты на него наговаривал Ты его обзывал Это раньше был Я Тауба попросил Ислам принял Почему? Мне тяжело, когда он уходит от меня И тогда Али ибн Абе Талиб сказал ему Прочитай ему аят Когда придешь к нему, начались То, что сказали братья Юсуфу Юсуфу алейсалям Клянусь Аллахом Аллах возвысил себя над нами Мы были из числа Те, кто совершали ошибки Он пришел На межрис послания к Аллаху Увидел его, хотел уходить Он к нему подошел Клянусь Аллахом Аллах возвысил себя над нами Мы были из числа грешников На что он ответил То, что ответил Юсуф алейсалям Своим братьям Сегодня с вас нет спроса Я вас прощаю Аллах пусть простит вас И Аллах самый прощающий, милосердный Вот так были пророксы Аллаху Когда им напоминали об аяте Они сразу И вот эта женщина Вот эта Джария Вернемся, когда она облил его Увидел, что он гневится И сдерживающий свой гнев Хозяин сказал Я сдержал свой гнев Она еще добавляет Говорит Прощающий людей Сейчас ты сдержал свой гнев Потом, может быть, меня спросишь Накажешь Я простил тебя И добавляет И Аллах любит делающих добро Он говорит Иди, я тебя освободил И ради Аллаха Сказал свои наложницы Сказал свои прислуги Вот так вот были Великие люди И нам тоже так стоит Быть с вами, братья Сдерживать свой гнев Проявлять добро Это рекомендация От Аллаха, Субхану Ва Та Аля Практиковать это в жизни После этого Аллах, Субхану Ва Та Аля После этого Аллах, Субхану Ва Та Аля Следующий Моя Си говорит Это первая категория Богобоязни Вторая категория Те, которые сделали фахиша Фахиша Это большой грех Также фахиша Говорится Зина При любодействии Также Чем занимались народ Лута Каждый любой большой грех В шариате Называется фахиша Или притеснили себя То есть маленькие грехи Совершили То есть здесь смотрите Уважаемые братья Несмотря на то, что они Богобоязненные Аллах, Субхану Ва Та Аля Несмотря на то, что он Богобоязненный Он может Ослужиться Аллаха, Субхану Ва Та Аля Но если вдруг так с ним случилось Закар Аллах Вспомнили об Аллахе Табу Илла То есть Попросили Аллаха Тауба Вспомнили об Аллахе, Субхану Ва Та Аля Побоялись Постеснялись Аллаха, Субхану Ва Та Аля То есть вспомнили гнев Аллаха Недовольствие Аллаха, Субхану Ва Та Аля Вспомнили то, что Аллах его видит Этого человека Тут же что просит у Аллаха прощения. И после этого Аллах говорит, а кто может помимо Аллаха простить грехи? Как будто Аллах говорит, нету никого другого, кто может простить грех тебе помимо Аллаха. Потому что грех совершен в отношении Аллаха. И как говорится в ходите, о, сын Адама, если в судный день ты придешь ко мне, придешь с грехами, подобные как от земли до небес, но при этом ты не совершал ширк, не предавал мне с товарищей, я тебя также прощу с таким же величием по отношению. Сколько у тебя грехов, столько же прощения моего будет по отношению к тебе. Это мин карамиллах азиатюши. Какой Аллах, Субханна, щедрый, какой Аллах, Субханна, великий. И эти люди не упорствуют в совершении грехов, в своих поступках. То есть испорствовать в поступках имеется в виду две вещи. Имеется в виду когда человек упорствует в греховном или оставляет тяуба, не просит у Аллаха покаяние или не оставляет грехи, продолжает постоянно-постоянно-постоянно грешить. Вот эти богобоязни, они не упорствуют в своих делах, в своих поступках. И после этого в конце Аллах, Субханна, сказал этим людям, первым категориям и вторым категориям, которые, то есть первым категориям их сафатам, мы сказали, вторая категория, если совершили большие или малые грехи, вспомнили об Аллахе, попросили Аллаха прощения, и не упорствовались к греховным, то что им их ждет прощение от их Господа. И махфир это выше, чем афу. То есть махфир это что? Аллах тебя простил и скроет твой грех. Судный день он не будет говорить перед людьми, ты это и это совершил, это между тобой и Аллахом. Аль-Афу, Аллах тебе скажет о твоих грехах перед людьми, потом тебя простит. Но здесь Аллах тебе скроет твои грехи, и также Он тебя простит. Их ждет раи. Не рай, а жаннат. Много раев. Поэтому Когда она спросила рай один, на что Пророк Саллаху А.С. Сказал, много раев, и твой сын достиг фердауса, заслужил в высшую степень фердаус. Поэтому имейте в виду, таким вот людям не просто один рай будет, много раев будет. Жаннату Аден, жаннату Найим, жаннату фердаус, жаннату Мауа. То есть много раев будет. Они там пребудут вечно, не выйдут, то есть не умрут в этих раев, не выйдут оттуда, вечно там будут пребывать. И как прекрасна награда тем людям, которые совершали такие поступки. То есть Аллах Субхану говорит, это великая награда. Просим Аллаха, чтобы он дал нам пользу из того, что мы услышали, чтобы мы соответствовали этим аятам, чтобы мы, ахамдуль, еще лучшую сторону с вами изменились.